Государственным членам необходимо добросовестно выполнять те обязательства, которые налагают на них устав, включая обязательства признавать и выполнять решения Совета, и они также обязаны оказывать, цитирую, всяческую помощь ООН в деле выполнения решений Совета безопасности. Мы говорим о необходимости того, чтобы эффективно выполнять такие задачи, как оружейные эмбарго в ДРК, не позволяют негосударственным субъектам получать оружие, при помощи которого они чинят злодеяния. Это нарушает обязательства соблюдать принципы и цели устава. Однако, не умаляя основополагающие обязательства государственных членов по соблюдению субъекта территориальной целостности, Россия сегодня готовит, вооружает и воюет вместе с сепаратистами, которые грубо захватили украинскую территорию. Это выпущенное нарушение Уставона, это нарушение субъекта территориальной целостности и независимости соседа, от чего 5700 человек погибло, и более 1 миллиона 700 тысяч украинцев вынуждены было бежать. В действиях, в отношении государств, которые нарушают принципы ООН в более широком плане, ООН необходимо изыскать реактивнее нажимать на них, включая те государства, которые группа репрессирует собственные народы, включая и через действия Совета безопасности. Вот и в сервере, когда страна бросает за решетку оппонентов, вместо того, чтобы через диалог решать спор, когда пытается замолчать своих критиков, как некоторые члены Совета поступают, нарушают. И обязательства по Уставу в отношении прав человека, основополагающих свобод, и не добиваться той стабильности, которая столь важна для поступательного экономического и социального прогресса, к чему мы все стремимся. Вместо того, чтобы за решетку бросать оппонентов, вместо того, чтобы пальцем показывать на иностранные державы, надо соблюдать положение Устава ООН, как предусматривается для мира, процветания и благополучия. Сейчас, говоря об эффективности ООН, необходимо остерегаться от нападений против неверного истолкования принципов цели того, чтобы это не мешало ООН выполнять свою работу по борьбе с глобальными вызовами, по борьбе за достоинство личности каждого человека. При этом некоторые заявляют, что нарушение прав человека никак не связано с международным миром и безопасностью, что суверенитет стран не позволяет ООН заниматься таким вопросом. Однако, как заявил президента Обамы, как было сказано на Ассамблении Склетта тому назад, суверенитет не может стать щитом для тиранов, чтобы им укрываться от ответственности за произвольные убийства. Суверенитет не дал нацистам право уничтожать евреев. Нельзя допускать, чтобы это прикрывало правительство, которое сейчас совершает злодеяние. Если мы, народы объединенных наций, действительно хотим присоединиться и заявить о значении целей и принципов устава, мы должны понимать их так, как понимали это авторы. Как то, что предусматривает защиту безопасности, благополучие всех в мире. Это не должно быть инструмент, который нас разделяет и который ведет к обструкции. Люди, такие как сирийцы в Восточной Гуте, более 200 которых убили в прошлую неделю из-за бочковых бомб режима осады. Люди, как правозащитники, которые добиваются свободы выражения ассоциаций мирного собрания, которые все больше и больше изолируются в результате глобальной борьбы с гражданским обществом, когда более 50 стран ограничивают действия гражданского общества в последнее время, и такие люди, как старики и дети, которые не могли выйти из Дебальцева, когда сепаратисты с оружием, подготовкой и благословлением России обстрелили этот город ракетами и артиллерийскими орудиями, даже после того, как заключили прекращение огня. Если мы будем это игнорировать, мы не сможем выполнить то видение, которое включили в устав в цели и принципы этого документа авторы устава. Благодарю вас, господин председатель.